Все нестационарные объекты на пути новосибирских детей в школы надо убрать. Эту тему обсудили депутаты комиссии горсовета по социальной политике. Школьники не должны ходить, например, через гаражи. Подробности у Константина Клещина. Безопасные маршруты в школу. На их обустройство каждый год из бюджета города выделяют по 50 миллионов рублей. А в 2022 прибавят еще 10 миллионов. По итогам этого года мы планируем привести к нормативному состоянию 63% всех пешеходных переходов, которые требуются обустроить вблизи учебных учреждений. Это 164 пешеходных перехода. И на следующий год нам остается привести к нормативу 97 пешеходных переходов. Однако депутаты городского совета из постоянной комиссии по социальной политике оптимизма управленцев не разделяют. Указывают, что хромает организация. Например, сперва строят школу или детский сад, а обустройство пешеходных переходов оставляют на потом. Почему сразу нельзя делать? Я знаю у Лилии Владимировна на округе, сдан детский сад, дорогу туда два года не могли сделать, а сейчас с горем пополам чего-то там наляпали, а детский сад работает. И никто не говорит о никаком безопасном маршруте. Давайте мы по-серьезному к этому отнесемся. Сегодня решили создать рабочую группу, чтобы изучить ситуацию и координировать ведомства. Причем это не только управление автомобильных дорог и департамент образования. Тема шире, чем переход дороги на пути в школу. Гаражи вблизи образовательных учреждений, нестационарные объекты, те, в которых, мягко говоря, безобразие творится. Нестационарные объекты в соответствии с СанПинами и ГОСТами не должны находиться вблизи образовательных учреждений. Это позиция не только комиссии Совета депутатов по образованию и социальной политике, это позиция каждого депутата. Сегодня подняли еще один вопрос. Развитие спорта. Депутаты запускают проект «Школьный стадион». Это строительство серьезных объектов. Но есть проблема. Уже имеющиеся спортивные площадки пустуют. Как мотивировать ребят выйти к турнику и что им мешает, это и должны понять депутаты. Константин Клещин, Андрей Руднев. Новости ОТС.